Добрый вечер, дорогие друзья! Удивительное свойство или сила Божьего Слова заключена в том, что оно питает душу человека, душу каждого верующего человека. Это как елей, который льется на сердце возрожденного человека. И слово, о котором я хочу, чтобы вы размышляли, я буду проповедовать, это второе послание апостола Петра, первая глава 16 по 21 стихи. Второе Петра, первая глава 16 по 21 стихи. Апостол Петр пишет всем нам и Церкви. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехид расплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз. «Сей и Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. «И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым». Этот открылок свидетельствует апостола Петра, наставление для церкви Малой Асии. Прежде чем обратиться к этому, по рассмотрению всех стихов и мыслей, которые заключены в этом отрывке, хочет задать вопрос, с какой целью апостол Петр рассказывает свое свидетельство в этих стихах и призывает церковь вникать в слово. Ответ на этот вопрос нужно искать в обстоятельствах написания данного послания. Написано оно было приблизительно с 67 до 68 год до нашей эры, незадолго до смерти императора Нейрона. Вы знаете, что Нейрон совершил одни из самых величайших гонений на церковь, уничтожал верующих, и верующие столкнулись с непредалимыми трудностями, страданиями, и этому посвящено первое послание апостола Петра. Второе послание Петра – это практически предсмертное послание. Многие авторы считают, что, комментаторы считают, что это послание писалось из тюрьмы, когда уже был озвучен приговор его смерти. В этом послании пишут, что он должен оставить уже храминусу, должен покинуть этот мир. Но в его сердце, внутри, как апостола, было сильное переживание. Переживание за церковь. Человек, который апостол, который ждет смерти своей, переживает и внутренне видит проблемы, с которыми столкнулась церковь. Тема этого послания – это лжеучения, лжеучителя в церкви. Основная тема этой темы посвящена 2-3 главе. Первая глава посвящена того, чтобы ободрить верующих, следовать за Христом, несмотря на то, что в церковь или влияние на церковь оказывают люди, которые извращают учение Христе, извращают доктрину учения Священного Писания. И эти слова написаны незадолго до смерти, я уже говорил, в которых начали в церкви проявляться люди, приносящие церковь лжеучения. И в этом послании Петр хочет наставить всех нас показать основные признаки лжеучителей, их мотивы, характер, методы влияния, и целью этих наставлений является помочь всем нам жить благочестивой жизнью и, замечая этих людей, замечая разрушить влияние в церкви этих лжеучений. И какие моменты в своем свидетельстве подчеркивает апостол Петр? Эти слова заканчивают первую главу, которую мы прочитали. Первое, с чего он начинает, это со своего личного свидетельства. Он говорит о своем служении в этом свидетельстве. И в первой стихе, которую мы прочитали, 16 стих, «Ибо мы возвестили вам». Он говорит о множественном числе, так как он не один был очевидцем этих событий, друзья. Петр говорит, «мы возвестили вам». То есть их было много, очевидцев. Слово «возвещать» интересно, означает «давать, знать, открывать или являть». Основным служением апостола Петра, апостол Петр свое служение видит в чем? Провозглашать или открывать людям истину о том, кто такой подлинный Иисус Христос. В чем заключена миссия и служение нашего Господа и Спасителя? В чем было смысл и миссии апостола Петра возвещать, провозглашать истину о Христе, о нашем Господе и Спасителе? Петр не говорит о том, что его миссией было творить чудеса. Петр не говорит о том, что его миссией было провозглашать пророчества или исцелять больных, но его служением было возвещать или рассказывать людям подлинного Иисуса Христа, открытием Христа, его труд на Голгофе. Жизнь каждого из нас, Божьего верного человека, заключается в том, чтобы возвещать всем окружающим людям истину о нашем Спасителе. Мы можем взять пример с апостола Петра. Миссия наша в жизни – возвестить истину о подлинном Христе, о настоящем Христе. Почему Петр говорит во множественном числе, задается вопрос. Это он говорит неоднократно. Помните, мы прочитали. Быв очевидцами, опять множественное число, и этот глаз с небес мы слышали, опять множественное число. Потому что это не его субъективный опыт, друзья. Апостол Петр не хочет сконцентрировать весть Евангелия лично на самом себе. Я видел, я… Он говорит «мы». Потому что не его субъективный опыт, а то, что он также видели и слышали другие апостолы, он хочет сказать. Нас было много. Мы все были очевидцами. Петр приводит три свидетельства. Они были… Какие? Они были… Они видели, они слышали, и они физически присутствовали. Петр противопоставляет свое служение. Вы заметили, в этом контексте, он говорит, нехитросплестенным басням последуя. Петр противопоставляет свое служение и проповедь о Христе басням и сказкам уже учителей. В контексте всего этого послания у людей в этого мира, тогдашних лжеучителей, было много басен, разных сказок, кто такой Христос, что Он совершил, какова Его миссия, какова цель жизни, служения в этом мире. К сожалению, за прошедшие годы истории церкви, этих басней и сказок становится все больше и больше. Первое, с чего начинают лжеучители, это прежде всего, это искажение служения Иисуса Христа. Первое, с чего начнут любые лжеучители, нам нужно понять, это исказить природу или функцию, или самого портрет Христа изменить. Об этом говорится апостол Петр 2 главе в 1 стихе, помните, он скажет так, дальше, следующий стихи, после которого мы прочитали, «И у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и что они сделают? Отвергаясь искупившего их Господа, сами навлекут на себя скорую погибель». Первое, что сделают люди, которые приносят ложные учения, отвергают господство Христа в своей жизни. Они готовы говорить о Христе как угодно, как о друге, как о братье своем, еще о ком-то угодно, но в своей жизни, в своей жизни, служении, они не подчиняются господству Христа. Они разрушают Слово Божие, потому что оно для них не авторитет. Они водимы своими похотями, своими желаниями, но не Словом Божиим, не Словом Христа. Так и говорится, отвергаясь искупившего их Господа. Вопреки этому, в противовес этому, апостол Петр обещает совершенно по-другому говорит. Мы знаем, что евангелист Иоанн в первом своем послании, когда он первое послание писал, в четвертой главе, он пишет так о Христе, «Не всякому духу верьте, но испытывайте дух, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире». И первое, что он говорит, «Они искажают природу Христа». Как определить, подлинно ли проповедуют люди о Христе? Это вопрос каждому из нас. Следующее, что подчеркивает апостол Петр. Второе, это присутствие Иисуса Христа сопровождалось силой, мощью и крепостью, и могуществом. Помните, мы прочитали следующие стихи, которые мы прочитали? «Сей глаз мы слышим, возлюбленный…» 16 стих, «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу». Присутствие Христа в этой жизни сопровождалось силой, мощью и крепостью и могуществом, и величие, и величественность. Вся жизнь Иисуса Христа на земле была наполнена силой и величием. Апостол Петр обращается к своему личному переживанию той встречи, той момента преображения. Более подробно это происходило и описано в Евангелии от Матфея в 17 главе. То есть, мы, обращаясь к этому слову, мы должны вернуться, потому что мы должны обратиться к тому слову, где апостол Петр был реальным свидетелем всего этого. Это Евангелие от Матфея 17 глава с 1 по 7 стих. Когда Иисус сказал, «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и брата его возвел на гору высоковеликую, преобразился перед ними и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как снег, и вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. При всем Петр сказал, «Господи, хорошо нам здесь быть, и если хочешь, сделаем здесь трекущий тебе одной, Моисею и одной Ильи». Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и сеглас облако», глаголющее, «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Очень внимательно посмотрите внимание, следующие слова. Какова была реакция апостола Петра на эти события? И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Как отреагировали ученики на глаз с небес? Они упали и лежали лицом в землю с великим страхом. Иисусу самому пришлось взять и поднять их. Они не могли встать сами. Это показывает то переживание, с которым столкнулся Петр в своей жизни. Тот личный опыт встречи со Христом, с преобразившимся Христом. И однажды один брат рассказывал историю о том, как человек, по мне кажется, с больным воображением, легкомысленно рассказывал о своей якобы встрече с воскрешим Христом. Так легкомысленно, так, знаете, ему было легко, он там говорит, вот Христос там, я его видел. И брат задал ему вопрос, «Скажи, брат, дорогой, а как ты это пережил, эту встречу? Потому что люди в Библии не могли выдержать присутствие прославленного Христа. А у тебя вот в твоем больном воображении как-то не стесняешься говорить о Христе так вот. Я в Библии не вижу таких примеров, когда люди относились так к Христу или им-то являлся какой Христос такой. Когда мы открываем Писание, мы видим совершенно другого Христа, в присутствии которого людям страшно, они падают на землю, они видят прославленного Христа. Даже евангелист Иоанн, когда писал Откровение, когда он видел Христа прославленного, он упал, он не мог стоять. В присутствии прославленного Христа невозможно просто так находиться. Он свят, он чист. Страшно попасть в его присутствие. Следующее, о чем говорит апостол Пьерр «Иисус принял честь и славу», как описано, «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принес и к нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Кто может принять от Бога Отца честь и славу, скажите, друзья? Кто? Только Бог. В противовес тому, когда лужи и лужи и лужи и лужи и лужи и лужи говорят о Христе как угодно, как о хорошем учителе, как о добром человеке, который дал пример, Христос принял славу, глаз, который принес здесь с небес. Тот, кто достойный этой славы, тот, кто является Богом, потому что только Богу принадлежит вся слава. И все, кто принижают величие или власть Иисуса Христа являются лжеучителями. Все, кто говорит, что Иисус пришел только, чтобы показать нам пример моральной жизни, отвергают подлинного Христа, которому принадлежит вся слава, все преклонение. Сам Иисус после своего воскресения, помните, на дороге с учениками по уйти в Имаус? Помните, что он говорит ученикам? Луки, 24 глава, 26 стих. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Он объясняет своим ученикам, по сути, о себе, говорит, мне должно было войти в славу эту. И в 1 Петра 5, 10 Бог же всякой благодати призвавший нас, нас куда призвал Господь, друзья? В вечную славу, чью? Его. Эта слава принадлежит Ему. Мы входим в Его славу, которую Бог Отец дает своему Сыну. Апостол Петр напоминает, направляет наше внимание следующее, заметьте, он говорит о своем личных впечатлениях, которые у него были в жизни, о личных переживаниях, к чему направляет наше внимание от своего личного опыта, к чему обладают все верующие. Что имеют все верующие, к чему обращаются? Следующее, что он говорит. Притом мы, не только я, не только мы, апостолы, мы все, каждый верующий человек, имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. В жизни каждого из нас есть то, что еще достовернее переживаний и опыта апостола Петра. Он говорит, есть что-то более верное, вернейшее, чем то, что я даже видел, даже то, что я переживал. И в наше время, как и во все времена апостола Петра находились люди, которые более полагаются на свой опыт, на свои переживания, на свои традиции, на свои представления. Это проявляется в понимании духовной жизни. Эти люди больше любят свои басни, свои сказки, свои сны, свои откровения, свои мнения, свои переживания. Или, если обобщить, эти люди просто зациклены на всем своем. Это показывает их внутреннюю гордыню. Апостол Петр говорит, вернейшее проводится как крепкий, прочный, твердый, верный, надежный. Что-то более верное даже то, что я видел. Даже то, что я переживал. Более надежное, непреложное, достоверное. Апостол Петр, говоря о своем свидетельстве, как очевидца событий указывает на слово, обращаясь к церкви и говорит о том, что есть нечто более достоверное, более надежное, более прочное. И этим основанием является Божье Слово. И далее важно заметить, как он говорит о действии этого слова. Под каким руководством находятся верующие. Он говорит дальше, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Божье Слово для Божьей Церкви – это сияющий светильник, что помогает Церкви отличить истину от лжи, что поможет верующему не попасть под влияние лжеучителей, что поможет Церкви отличить подлинную духовную жизнь от напыщенности и бесконтрольности лжеучителей, что направит тебя и меня на путь святости и послушания. Это Божье Слово. Божье Слово призвано просвещать. Источник – это светильник. Псалом 17, 29 стих. «Ты возжигаешь светильник мой», Давид говорит. «Господи, Бог мой, просвещай тьму мою». Псалом 118, 130 стих. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Божье Слово – это свет для моей души. Это то, что питает внутреннего моего человека. Показывает, открывает мне самого себя. Я часто не знаю себя, но Божье Слово говорит мне, какой это я. После этих слов важно задать себе вопрос, сколько времени ты и я посвящаем изучению размышлений над Божьим Словом? Есть ли это время личного поклонения? Где ты и я можем успокоить наши сердца от суеты и проблем? Только в Божьем присутствии с Божьим Словом в руках, взирая на Его повеление, обетование, там мы можем найти покой. Там мы можем войти в Его присутствие. Как нам укрепляться в Господе? Читай и молись. Читай. Божье Слово открывает тебе глаза на самого себя, на внутренний мир твой. Он открывает тебе глаза. Следующее, что я должен сделать, что каждая душа должна обратиться к Господу в молитве, просить Господи, дай мне, дай силу каждому слову, которое ты говоришь, чтобы он изменял обо внутренний мир, мою внутреннюю жизнь, преображала в образ нашего Господа и Спасителя. Бог открывает Своим Словом нам всем глаза и ставит нас на колени, как зависящих детей от Него, от Его силы. В нашей жизни мы сталкиваемся с избытком различной информации. Но у людей часто нет фильтра, знаете, чтобы отфильтровать полезное от вредного. Многие верующие заменяют личное чтение, изучение, прослушивание различных проповедников. Но скажите мне, как вы сможете отличить, где истинная, а где ложь? Как отличить, где больше маркетинга, философии, харизмы, чем Божьего Слова? Если мы не изучаем это Слово, если мы внутренне не проводим время с Божьим Словом, с молитвой, в своем доме, где-то находя время для молитвы, для уединения, для чтения, у нас нет фильтра в голове тогда. Много информации, и ты не знаешь, куда ее положить, на какую полку ее положить, или может просто ее надо выкинуть, может надо выключить их проповедников, которые говорят совершенно не Божье Слово, а свои сказки, свои басни. нам необходимо постоянно обновлять нашу антивирусную программу, друзья. Мы знаем, что такое накопитель антивирус, да? Все вы пользуетесь им. Через чтение Божьего Слова и молитву, без личного изучения мы становимся безоружными перед различными философиями и мирским влиянием. кого слушать, знаете, прорыв реформации почему произошел, вы помните почему? Потому что Божье Слово стало доступно обычному человеку. Божье Слово, люди получили Библию в руки и стали ее читать. Они задавались вопросом, почему некоторые говорят одно, а Божье Слово говорит другое. Пускай у нас всегда будет такой вопрос, что говорит Божье Слово, а не что говорят мнения разные люди по многим вопросам. Вы хорошо делаете, апостол Петр говорит, что обращаетесь к Нему как к светильникам сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Верующие хорошо делали, когда обращались к Божьему Слову. И он обращает сердце церкви верующих людей, чтобы показать, где они найдут силы для того, чтобы понимать правильно Христа и духовную жизнь. Очень понятные образы в этих стихах. Смотрите, Божье Слово, как мы сказали, это сияющий светильник. Мрачное темное место, это что это? Это мир, в котором мы живем. Рассвет дня символизирует конец нынешней эпохи церкви. Восху утренние звезды, это слово Парусия, что такое? Пришествие Христа в его славе. Таким образом, смысл этого стиха таков, мы должны всегда держать перед собой прочное слово. пророческое. Дорожить им в сердцах наших, так как оно будет светильником в этом темном месте. Пока не закончится эра благодати и Христос, чтобы забрать, пока Христос не придет, чтобы забрать ожидающих людей домой. Мы подчинены руководству этого светильника, руководству Божьего Слова. Оно должно осветить, просветить все уголки нашей жизни. Как-то закваска пропитать нас внутри истинной своей, наполнить все сферы нашей жизни. Пока Христос не придет, наши сердца должны впитывать в себя свет, исходящий из Библии. Дух Святой запечатлевает это Слово. Почему оно утешает? Дух Святой прилагает его к сердцу всегда. Утверждает нас в истине. Да, это Божье Слово. Я часто напоминаю второе послание Тимофея. Вы помните, апостол Павел утверждает Тимофея в том, чтобы он проповедовал Божье Слово. И он приводит ему одну поговорку. Тимофей стеснялся проповедовать, стеснялся говорить правду. А он говорит Тимофею, помните, что он говорит? Познал Господь своих и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа Иисуса Христа. Как он говорит, когда ты будешь говорить истину, когда ты будешь верить в истину, верующие в Божий Дух дают внутреннее согласие с истиной. Внутренне будут соглашаться с тем, что ты прав. При всем при том, что может быть разная быть борьба. Поэтому он не должен был стесняться. Потому что Дух Святой дает согласие с Божьей истиной. Какова последняя, какова природа Божьего Слова? Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самым собою, но никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духа Святым. Петр подчеркивает, что Священное Писание создавалось Богом, а не человеком. Оно богословенно. То есть Бог выдохнул его, Бог дал силу каждому этому слову. Когда люди говорят, что это какая-то теория, значит, что придет время, когда тебе нужно будет жить этим словом, дышать им. Потому что в этом слове есть жизнь. Оно дает жизнь. В нем сила заключена. Когда пророки писали, они не давали собственного понимания пророчеств или своих заключений. Слова, которые они написали, дал им Святой Дух. И мы можем его читать. Каждый может обратиться, быть внимательным к этому слову. Преклониться перед ним, молиться над ним, уповать на него, утешаться им. Друзья, Господь нас благословил великим благословением иметь в руках своих Божьего Слова. Который помогает нам посреди философии и всяких разных мнений человеческих найти твердую опору для своей души. Пускай Господь поможет каждому из нас, как сказано, правильно делать, что обращаться к Нему, как к светильнику в темном месте. Давайте мы помолимся, друзья. Аминь. 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 Продолжение следует...